Понимаете, у мужчины есть... Вот женщины, слушайте, пожалуйста, матери, слушайте. У мужчины, даже у вашего сына, у любого мужчины, есть два варианта жить. Первый вариант — война, то есть сражение. Второй вариант — сон. Нет больше никаких вариантов. Если вы хотите, чтобы мужчина сражался, то есть жил, значит, не надо давать ему деньги. Потому что когда мужчина чувствует, что деньги есть, он спит. Значает, занимается хобби, чем угодно, но только не развивает свою деятельность. Просто балдеет, наслаждается жизнью, но не живет, спит. Это сон для мужчины, не жизнь. Для того, чтобы мужчина жил, нужно насилие. Единственный способ мужчину разбудить — это насилие. «Вставай, страна огромная!» Вот, ему нужно как бы понять, что что-то его не кормят уже, все. Он должен начать жить тогда, он начнет жить, станет крепким, сильным, женится и так далее. Представляете, как важно... Да, перекрываете тем, что вы делаете медвежью услугу ему. Все. Это касается всех матерей. Поэтому в древней культуре матерям не давали воспитывать сыновей, только мужчинам. Мужчина сразу бросает в испытания сына, потому что знает, как работает система. Он сам мужчина. Мужчину надо воспитывать испытаниями, трудностями. Тогда он развивается как лично. Он ворчит, конечно, но развивается. И когда был маленький, то я никогда не хотел вовремя ложиться спать. Всегда вечером хотел играться. И мама меня не могла уложить. Да, отец с армией пришел. Он подошел ко мне и говорит, ты что не спишь? Я говорю, я не знаю. Он говорит, вот смотри, у меня есть ремень. Как бы он в солдатском таком ремне был. Вот. У меня есть ремень. И когда сын не ложится вовремя спать, то папа вот этим ремнем обычно ему бьет по попе. И вот так, грязь, какой-то бляшкой по кровати стукнул. Говорю, пап, я уже ложусь. Здесь нет проблем, все сразу как бы я сплю. Только силу мужчина понимает. Даже если он маленький ребенок. Никаких слов, убеждений, ля-ля, тро-ля-ля, на уши вешайте. Бесполезно. А если это ваш муж, то тогда сила для женщины означает не говорить. Ну, то есть не разговаривать с мужем. Раз. Пожить у мамы. Два. Ну, то есть проявить действие, какое-то совершить действие. И тогда он поймет, что от него хотите. По-другому мужчина не понимает. Вы хоть сколько ему на уши навешаете, бесполезно. Но чтобы ему понять, ему надо пройти три стадии. Первая стадия – гнев и угрозы. Вторая стадия – подлизывание. «Возвращайся, все нормально, все будет хорошо». Не поддавайтесь, это провокация. Третья стадия еще есть. Вот третья стадия означает все. Как она выглядит, третья стадия? Она выглядит таким образом. «Что стряслось с тобой вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, прямо молчать. И час, и другой подряд». Когда мужчина по-доброму начинает думать о вас, а не о себе, не извиняется, не злится, а просто «как ты живешь?» спрашивает. Говорит о вас смиренно. Это значит, что он отрезвел, он готов к диалогу, готов принять ваши взгляды. Представляете, как непросто. Вот так устроена психика мужчины. Мужчины, теперь, если вы хотите понять, как женщине достучаться до сердца, то только одним способом. Надо ей говорить по-доброму, очень ласково, то, что вы хотите. И не о ней, а о ком-то другом. Допустим, если она не хочет, допустим, вам готовить, вы ласко говорите ей, что вот ты знаешь, у меня есть одна знакомая, что-то у нее рушит соотношение в семье, потому что она не хочет готовить мужа. Посоветуй, пожалуйста, как мне помочь этой семье? По-доброму так. И она задумается. Потому что у женщины, когда это касается не ее, и под ласково с ней разговаривать, у нее просыпается в этот момент разум. Она начинает, через совесть это идет. У мужчины через страх разум просыпается. Когда он пугается, он становится разумным. А у женщины через совесть. Женщину нельзя пугать. Женщину надо просто ей показать, что это неправильно, очень по-доброму. И она тогда начинает мучиться, думать, «Я так не хочу, это неправильно, я хочу делать правильное». И у нее начинает понимание приходить в результате. Так можно женщину обучать жену, только так. Если вы надавили, у нее разум выключается, сразу ничего не соображает, все. Малейшее давление, все, нет шансов с ней сконтактировать. Она может все делать, как вы скажете, если она разумная, но понять, зачем это надо, она не сможет.